Следующий цикл Математика и сквозняки несовестимы, говорю я Ты отвечаешь в том духе, что никакой связи нет А я думаю, что победит мой опыт или твоя логика Хочется, чтобы последняя Ты сказал, я плакал в электричке, не знаю почему У вас нагрузки, ты просто устал Спи больше, принимай витамины Я поняла, о чем речь на следующий день Когда электричка уносила тебя обратно от меня К тому, под чего ты плачешь На таком расстоянии совсем ничего не видно Отметки в журнале, крошки на письменном столе Давку в ночном клубе Осенние сумерки над паркхаусом Лица соседей по общежитию, которые обижаются, что ты не заходишь в гости Нет, я действительно кое-что поняла Что ты понял, начинаешь понимать Или хотя бы чувствовать Жар и озноб не то, что показывает привезенный из дома градусник Шел август девяносто первого года Я работала в библиотеке ради декретных До твоего рождения оставалось почти три месяца Было голодно и немного страшно Твой папа жил в другом городе Вечерами я ходила к родителям ужинать и смотреть телевизор И обдумывала, какой же я стану мамой В те дни я видела трехлетнего мальчика, который был очень привязан к маме Эти двое пришли в гости к моей коллеге Женщины присели полчасика поболтать в нашем зале А мальчик присел на корточки в коридоре И неотрывно смотрел на маму Он не мог войти, потому что там были чужие люди Но маму он должен был видеть ежесекундно И сидел на корточках, не шелохнувшись В коридоре был гулкий сумрак и сквозняки И мальчик, боявшийся остаться один на свете Когда они ушли, коллега сказала Какой ужас, не правда ли? У нее не было детей по состоянию здоровья Но она очень хотела родить и все время лечилась Мы жалели ее, а она кормила меня яблоками из сада Потому что будущей маме следует хорошо питаться Я отвечала, что дети не наша собственность Мой ребенок таким никогда не будет Позже я прочла следующее Если ребенка рано отнять от груди, он вырастет более независимым Так, в общем-то, и получилось Когда ты прочтешь столько книжек, стихов, блогов Сколько прочла я, ты поймешь, как мало я смыслю в литературе Вот, например, блог Он писал о женщине и революции Это достойное занятие для поэта Есенин пил, любил, хулиганил и умер молодым Это тоже, в общем-то, обычное дело Бродский был в ссылке в Венеции и в списке нобелевских лауреатов Чем не судьба, особенно в наше время Знакомые мне поэты, которых будут изучать твои дети на уроках русской словесности Каждый день пишут в сетевых дневниках прекрасные вещи Стихи, эссе, свежие мысли о политике и литературе За окнами снова зима Я думаю о тебе и о том, что наступит лето Которое впервые в жизни не будет для меня счастьем Не читай ничего, пожалуйста, кроме книжек по программированию Я не хочу, чтобы ты обо всем догадался О том, как мало я смыслю в жизни и в любви Но об этом ты точно не догадаешься Ты думаешь, я по тебе скучаю? Ни о чем таком ты, конечно, не думаешь А о чем? О чем? О чем? У кого я спрашиваю То у ясеня, то у месяца То у осени своей, золотой да красной А ты у весны, фэм, спрашиваешь А я отвечаю Не улетай далеко, маленький Лето совсем короткое Когда ты уснешь над учебником в тесной комнатке на троих Ты увидишь сны о чем-то большем и непонятном А я буду писать стихи далеко и заполнить За полночь Не приду уложить тебя в кроватку Стянуть рваные джинсы Поцеловать влажный лоб Укрыть одеялом Когда ты встретишь любовь Разлуку друзей, врагов Почувствуешь вкус и запах собственной жизни Я буду курить в твоей комнате И писать письма на все континенты О том, что я Одинока, стара, несчастна Ты не станешь звонить мне И я не стану Мы расстались, как будто ничего никогда и не было Наверное, мы не заметили Как к нам пришла свобода Точнее, пришла к тебе А ко мне вернулась Это совсем разные вещи, малыш Но главное Мы оба теперь свободны И я тоже могу уснуть И увидеть сны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому